Армения Today продолжает опросы среди переехавших в Армению россиян. Мы узнали, какими были процессы переезда и адаптации в новой для них среде. На фоне событий, связанных с сентябрьской агрессией Азербайджана против Армении, мы снова обратились к релакантам из России. В этот раз мы узнали у них, как они восприняли эти события и повлияли ли они на их решение остаться в Армении. В Армении на протяженном периоде времени я нахожусь уже порядка семи месяцев, то есть где-то с конца февраля месяца. Но и до этого уже бывал в Армении неоднократно. И, собственно, поэтому это и стало одним из таких ключевых факторов, почему именно Армению я со своей командой выбирал в качестве места для релокации. Я здесь уже полгода и в ближайшее время пока уезжать не собираюсь. Я как-то пускаю корни, пытаюсь стать местным. Я в Армении нахожусь уже около шести месяцев и планирую на всю жизнь. Я приехала в Армению вместе с семьей полгода назад в середине марта после начала всем известных событий. И мы планировали пока что оставаться на непонятное время, но как бы все пришло к тому, что мы сейчас живем здесь и планируем быть еще долго. Привет, я здесь с апреля и, в принципе, не планирую никуда уезжать в ближайшее время. Я в Армении с марта. Планирую оставаться, но думаю, что до следующего лета точно, может быть, еще дольше. Ну, я один из тех, кого ревоцировали и нахожусь уже, получается, седьмой месяц, с марта переехал. Но Армения не финальная точка для нашей релокации. Вот сейчас дали два варианта и, скорее всего, через полгода, я уеду. Но пока еще тут. Я думаю, как и большинство адекватных людей с тревогой, с большими переживаниями, потому что, конечно, нельзя исключать из контекста еще и то, что мы сами тоже уезжали от войны. Мы за последние 7 месяцев стали это намного более, что ли, чутко чувствовать. Переживания армянского народа и как-то эмпатия, это растет. Вот. Это очень печально. Мы, в свою очередь, надеемся, что максимально дипломатическими и мирными путями смогут эти проблемы рано или поздно решиться. Лучше рано. Так получилось, что мы с самого начала жили в Джермаке и, соответственно, 13-го, ночь с 12-го на 13-е были там и, соответственно, восприняли это все очень лично. Начали бомбить довольно-таки поздно ночью, в 12 часов. Мы не спали хорошо, но сначала восприняли это все как салют, потому что город курортный, бывают праздненства. Но когда он не прекратился, то стало понятно, что что-то происходит не так. Мы, конечно, подозревали, что это что-то может быть со стороны Азербайджана, но все равно это было все неясно и непонятно. И довольно-таки неприятно и страшно, потому что Джермак очень маленький, курортный, красивый городочек, просто как рай. И когда ты слышишь эти страшные звуки, они там совсем не к месту. Но спасибо местным жителям, нашим друзьям, знакомым, нашему таксисту из Иривана, который приехал, нас оттуда забрал, несмотря на все новости. Мы, в общем, было тяжело оттуда уехать, даже в саму ночь бомбежки, но мы приняли это решение. И, собственно, это изменило наши планы, потому что в Джермаке мы хотели оставаться все время пребывания в Армении. Вот сейчас поменялись, живем в Ириване. Что вы предприняли, когда узнали о том, что ведутся обстрелы? Первое, мы начали искать убежище. Мы как-то сразу узнали, что... Нет, мы знали по новостям с Украины, что нужно искать подвал. В общем-то, отправились в ближайший отель, где есть шикарный подвал с бассейном, процедурными кабинетами. В общем, все было идеально, поэтому мы провели ночь там, спокойно. На самом деле, когда ты не слышишь звуков, то адреналин спадает, и ты можешь думать. И поэтому там все туристы друг с другом развлекали разговорами, поддерживали, искали друг другу машины, как уехать. И после ночи там мы собрали какие-то вещи, переехали в Ереван. И потом, спустя полмесяца вернулись, забрали оставшиеся вещи. Ну, как бы их сложно воспринять радостно, но в целом я воспринял их достаточно спокойно, потому что в целом, как бы, я считаю, что Армения поворачивается в нужном направлении. Так же, как Израиль в кругу недружественное государство, она развивает многовекторную политику, и это самый верный вариант. Азербайджанская агрессия, которая является яркой демонстрацией ксенофобии на государственном уровне, неприемлема для демократически настроенной Армении. И поэтому, конечно, отрицательно. И наше общество, в том числе и с приездом релакантов и местного населения, на данный момент всячески пытается выработать какие-то методы приблизить это мирное время существования. Новость об эскалации конфликта с Азербайджаном, естественно, все, в первую очередь, воспринялись испугом и с насторожностью. Мы переживали как за себя, так и за наших армянских друзей и коллег, и за всю страну, и за то, что здесь происходит. Естественно, мы следили за новостями, к сожалению, мы, как русские, мы не могли увидеть каких-то полноценных новостей, в особенности в русских оппозиционных СМИ, поэтому возникали вопросы, и мы искали ресурсы, на которых мы узнаем всю подробную информацию о том, что происходит, почему это происходит, и что дальше с этим планируется делать. О конфликте я знаю достаточно давно, в протяжении всей жизни. Я выросла в маленьком городе с большим процентом армянского населения, и когда встал вопрос нашего переезда в марте, то, естественно, мы понимали, что поедем сюда. Мы ехали сюда без иллюзий и знали, что страна сама находится в незавершенном конфликте, и понимали все риски и все опасности, которые могут нас здесь настигнуть. И, естественно, мы против любой агрессии кого-либо, кому-либо. Мы все жаждем мира, мы хотим, чтобы весь мир жил дружно, как бы это ни звучало, и все понимали ценность своей свободы и независимости. Ну, сначала было непонятно. Первое, что я сделала, это пообщалась со своими армянскими друзьями, которые много лет здесь живут и немного разбираются в ситуации. Чем больше информации я получала, тем меньше мне было понятно, что происходит. Было очень много тонкостей, очень много политики. И, ну, в целом, все, что я поняла об этой ситуации, то, что она затянулась лет на 30, и постоянно какие-то конфликты, которые не могут решить. Мы с друзьями много советовались, кто что будет предпринимать, решили дать этому время. Но на самом деле мы немножко заволновались, когда к моей подруге, точнее к ее тете, пришли домой какие-то государственные службы, или не знаю, кто это был, и сказали, чистите подвалы, сушите хлеб. Мы немножко напряглись, когда об этом узнали. И на всякий случай мы нашли, у кого дома самый классный подвал, и договорились, если что, туда поехать. И я собрала такой рюкзак с самыми, типа, теплыми необходимыми вещами, на крайний случай. Мы находили центры, которые помогают тем, кто пострадал от войны. Как-то, ну, помогали, чем могли. Вот. У меня друг собирал одежду, кто-то собирал еду. Ну, то есть, мы объединились, потому что страна приняла нас со всей душой. И мы поняли, что раз мы оказались в такой ситуации, мы будем помогать, чем можем. Ну, было страшно, не по себе и непонятно, потому что никогда такого опыта не было в моей жизни еще. И это очень некомфортно, несмотря на то, что это вроде бы как бы не совсем близко к тебе, потому что ты там, сколько, 200 километров от Еревана. И, но, тем не менее, это было не по себе. Безусловно, сейчас информация распространяется очень быстро. И, конечно, многие там и родственники, и там знакомые переживали за нас уже, в свою очередь, находящихся здесь, в Армении. Но конкретно тут, в Ереване, это какой-то именно физической опасности мы не ощущали. Чувствовали очень большую такую сплоченность людей, очень много пунктов помощи открывалось по всему Еревану. Мы тоже как-то постарались не остаться в стране и запустили вот серию благотворительно-шахматных турниров. с такой системной помощью одному из фондов пунктов сбора помощи на Туманяна. И если говорить уже именно про какие-то бизнес-факторы, а мы тут с коллегами открыли заведение небольшое для всех-всех-всех, в том числе армян. И если летом у нас был очень большой поток именно армянской аудитории, то с началом войны, конечно же, был определенный спад. И вот сейчас уже наши соотечественники, россияне, преимущественно мужчины, начинают эту нишу тоже потихонечку закрывать. В Армении нет. Первые два дня была паника, но я осознавала, что это посттравматический синдром. Хотелось уехать. Но через два дня поговорить там со всеми, с работодателем, с местными, почитав новости, я поняла, что, ну, в общем, что можно оставаться в Ереване, здесь, в Армении, безопасно. Поменялось только план насчет джермука, что я не смогу там остаться жить до, сколько я планировала. Но, может быть, к весне все поменяется, и я смогу туда вернуться. Джермук все равно ощущается, что это невозможно. Невозможно сопоставить джермук и те взрывы. Они не должны повториться. Не могу сказать такого. То есть, да, я, конечно, задумался, потому что, ну, действительно тревожное событие. Но важно, как бы, события не в отдельности воспринимать, а что произошло и что произошло за ним, да. И мы увидели, что следом за ним последовала сразу международная поддержка. Соединенные Штаты, Франция, ближайший сосед Иран отреагировал тоже. Несмотря на первый испуг, который возник в начале эскалации 13 сентября, мы четко приняли решение, по крайней мере, я, мои коллеги, которые уже привезли сюда бизнес, и мои друзья, о том, что мы будем оставаться в Армении, мы будем здесь жить, мы будем помогать армянскому народу и тем русским ребятам, которые сейчас как раз-таки подъезжают в Ереван и в другие регионы, и будем способствовать тому, чтобы все максимально чувствовали себя в безопасности. И как мои коллеги, так и мы сейчас способствуем тому, чтобы армянский народ чувствовал нашу поддержку. Нет, не повлияли. Конечно, мы нервничали, но поняли, что будем решать вопросы по мере поступления, поэтому решили остаться. На данный момент ситуация более-менее утихла, и я надеюсь, что они все-таки смогут договориться между собой, да, потому что неприятно, что сейчас в мире происходит, и, в общем, хочется мира и добра. Ну, получается, что нет, потому что я до сих пор остался тут жить, и, конечно, мысли, когда эта агрессия в моменте началась, были так, окей, куда ехать, нужно ли переезжать, то есть это вот такая истерика была, но на данный момент сейчас уже все так же, как и было до этой агрессии. По поводу каких-то бизнес-показателей мы недавно запустились, и у нас все еще наблюдается устойчивый рост. Нам в целом очень приятно, что к нам как-то лояльно и очень гостеприимно отнеслись в Армении и с точки зрения помощи в организации бизнеса, и с точки зрения аудитории, которая стала сюда возвращаться. Мы, как люди, переехавшие сюда в начале марта и получившие неимоверную поддержку от наших новых друзей армян, мы чувствуем благодарность за то, как нас приняли в трудной ситуации, и мы со стороны релакантов используем все возможные ресурсы, которые у нас есть и проводим сами мероприятия благотворительного характера для того, чтобы помогать с гуманитарными сборами, с анонсами и с координацией всех запросов потребностей армянской нации. И также мы вот конкретно в этом заведении, заведении ПЭУ на Сармена-72 в ближайшее время мы поставим боксы для сбора гуманитарной помощи, в частности, теплых вещей, и будем сотрудничать с проверенными, зарегистрированными армянскими фондами, которые уже оказывают поддержку и выполняют доставки гум-помощи по запросам с горячих точек.